Велополосе в Ульяновске полтора месяца. Кажется, в центре города автовладельцы привыкли к параллельной парковке, а неправильно оставленный автомобиль скорее исключение, чем правило. Так уверяют городской администрации, как и то, что проект по оптимизации уличной дорожной сети имеет позитивный отклик. Ульяновцам удобно с новой разметкой. Я участвовала только в велопробежках, которые были организованы разными организациями. Но в целом это очень интересно для города, потому что людям этого не хватает, в особенности в центре. Когда ты едешь, и куча народу на тебя налетает, можно сказать, и не реагирует ни на какие звоночки и просьбы отойти. То есть велодорожки считают, что нужны в городе в целом. Честно говоря, для автолюбителей стало очень неудобно, потому что парковочных мест реально уменьшилось в три раза. И вот когда все вернулись с отпуска, то есть в принципе сейчас улица Ленина перекрыта, какие-то парковки, мемцентра все закрыто. Соответственно, машину просто поставить некуда. Нравится, конечно, они как участники дорожного движения, имеют право на существование. И это упорядочит их движение как раз по транспортным всем артериям города. А как автовладельцу удобно вам парковаться в центре города? Вполне. Ну, честно говоря, не совсем стало хорошо, потому что, вот особенно это там касаемо, дорога сузилась. Да, велосипедная дорожка – это хорошо, но, так скажем, проезжая часть, она сузилась и пробок стало больше. Для тех людей, кто ездит на велосипедах, различные самокаты будут удобны, а домашинам не очень. В августе наша съемочная группа встречалась с велосипедистами, которые на тот момент успели исколесить центр по новому участку дороги. Помимо преимуществ, среди которых они выделили безопасность и обособленность от других участников дорожного движения, был и ряд недочетов. Один из главных минусов – отсутствие встречного движения. Да, были недочеты, недостатки, которые были выявлены при реализации данного проекта. То есть, они нами учтены, и мы дальше будем их мониторить, смотреть, как все это реализоваться в дальнейшем. Следующую велополосу, которую нарисуют и в других частях города, постараются сделать без нареканий. Встречное движение для велосипедистов организуют и в центре города. Правда, когда – пока неизвестно. Как и то, когда на центральных улицах массово появятся велопарковки. В проекте они предусмотрены. Сейчас наша администрация прорабатывает вопрос с частными предпринимателями. Вот, например, возьмут уже улицу Гончарова, Дворцовая, где мы нанесли разметку, сделали велодорожку. Чтобы они сами как-то сделали где-то велопарковку у себя при входе, то ли в магазин, то ли в заведение. Ну и сами будем это смотреть, как бы реализовывать мы будем до конца. То есть, велопарковка – она одна из составляющих частей велодорожки. Не исключено появление платных парковок для машин в центре города. На данный момент изучается география платных парковок. Их целесообразность и нормативные требования, каким они должны соответствовать. Есть некоторые участки, пока я их буду разглашать. Но их нужно довести еще в нормативное состояние. Управление дорожного хозяйства отметили. В зимнее время года за участком дороги для велосипедистов будут ухаживать, расчищать от снега и наледи. Мы знаем, что мы нанесли разметку на проезжей части, сделав ее отдельно, велодорожка. Велодорожка – это элемент дорожного покрытия. Она также будет и зимой приводиться в порядок, то есть очищаться от снега. Если кто будет кататься, пожалуйста, пусть катается. Будет все расчищено. А пока погода позволяет, велосипедисты могут наслаждаться велополосой без снега. А автолюбители – парковками без оплат.